Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вас приглашаю на свою кухню, потому что вы у меня просили, чтобы я записала для вас рецепты для ребёнка от одного года. Поэтому на протяжении нескольких недель я записывала для вас разные видео. И сегодня это видео уже выходит на канал. Надеюсь, это видео вам понравится. Так что, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Итак, сегодня будем готовить крем-суп из лука-порея. Знаете, чем хороши эти все рецепты, которые я вам буду давать на протяжении нескольких недель? То, что вы их тоже можете использовать в своём рационе. Единственное, что просто посолить и поперчить. И всё. То есть, очень удобно, когда готовишь одну небольшую кастрюлю, даёшь и ребёнку, при этом же не будете и голодны, и взрослые. Что нам понадобится? Я уже здесь порезала 3 картошины среднего размера. 3-4 картошки. Можете нарезать кубиками, как вам удобно. И лук-порей я уже отрезала всю зелень. И теперь порежу на крупные кусочки. Предварительно я уже приготовила бульон. Нам понадобится где-то 2 кружки бульона. Я уже порезала лук-порей. Добавила небольшую кастрюлечку. Я в основном готовлю на 2-3 дня, не больше. И добавила немножко воды. И теперь на протяжении 5 минут нужно потушить этот лук. Теперь, когда лук-порей стал мягким, добавляем сюда картошку. У меня есть также немножко куриного филе, которое я готовила бульон. Я тоже сюда добавлю. И теперь всё заливаю приготовленным заранее бульоном. И готовим до того момента, пока месь картошка не станет мягкой. Когда суп доготовился, нужно его сблендерить. И я добавляю совсем чуть-чуть белого перца. И также добавляю немножечко тёртого мускатного ореха. И всё. Если ваш ребёнок кушает сушёные помидоры, то можете сверху нарезать немножечко сушёных помидоров. Вы, наверное, не раз задумывались, что давать ребёнку на хлеб, на бутерброд и какую колбасу. Я готовлю вырезку, точнее мариную куриное филе, для того, чтобы использовать её на бутерброды. И сегодня я поделюсь с вами этим рецептом. Нам понадобится куриное филе. Оно у меня большое такое вот. Не знаю, здесь грамм 300-400. Красный сладкий перец, белый перец, 2 зубчика чеснока и растительное масло. Сначала подготовим маринад. Я вам советую замариновать курицу вечером, чтобы на утро её приготовить. То есть, чтобы она в холодильнике у вас простояла как минимум 8 часов. И тогда получится идеальная вырезка из куриного филе. И готовим маринад. Я выдавила 2 зубчика чеснока, ложка столовая красного сладкого перца, пол чайной ложечки белого перца и 1 столовая ложка растительного масла. Теперь всё это перемешиваем хорошо и натираем нашу курицу с двух сторон. Вот что у нас получилось. Теперь накрываю пищевой плёнкой и оставляю в холодильнике на целую ночь. После того, когда мясо постояло в холодильнике сутки, нужно его завернуть в пищевую плёнку в виде конфетки. Вы можете завязать по краям нитками. Я просто взяла узелки, сделала по краям и всё. Выставила воду. После того, как курица закипит, уменьшаем огонь и варим ещё куриное филе около 30 минут. После того, как куриное филе сварилось, то заливаем его холодной водой и оставляем до того момента, когда куриное филе полностью остынет. И вот такое вот филе куриное у нас получается. Такую вырезку можете хранить в холодильнике не больше 4 дней, накрытая в пищевую плёнку. Так что пробуйте. Надеюсь, что вам и вашему ребёнку это очень сильно понравится. Сегодня я вам покажу рецепт овощных муфинов. Это очень удобно, особенно когда вы куда-то едете, либо в дороге, либо кому-то идёте в гости. Муфинки всегда удобно с собой взять и не нужно придумывать, чем накормить ребёнка. К тому же это очень сытно и вкусно. Нам понадобится молоко, половинка сладкого перца, помидор без кожуры, мука, базилик, можно заменить его на свежий, творог 100 грамм и 3 яйца. Ну и также нам понадобится форма для маффинов. Вы можете брать любые другие овощи, которые кушает ваш ребёнок, не обязательно именно те, которые я вам показала. Вы наоборот можете либо что-то заменить, либо наоборот что-то добавить. Итак, давайте начнём. Сначала нам нужно будет отделить желток от белка и взбить в белок до пышной пены. В пену из белка добавляем желток, 2 столовых ложки муки, 1,5 ложки молока, можно добавить также немножко перца чёрного, но я добавляю базилик сушёный. Если же у вас базилик свежий, тогда его будете добавлять в самом конце, когда вы будете начинять формочки. И теперь всё это перемешиваем до однородной массы. И теперь будем заполнять все формочки. Сначала берём, я вот тут уже приготовила творог, помидоры на кубики мелкие порезала, и порезала мелко также сладкий перец, помидор без кожуры. И по чайной ложечке буду расформировать. Потом немножко перца сладкого, также по чуть-чуть помидорчиков. И затем мы зальём яичной смесью, которую мы уже подготовили ранее. Субтитры подогнал «Симон» Вот так выглядит конечный результат. Всей той массы, которую мы готовили с вами ранее, не хватило на 15 форм. Всё, отправляем в духовку, разогретую, которая на 180 градусов, на 12-15 минут. И вот такие у нас получаются муфинки. Конечно, это уже не 15 штук, это уже то, что осталось. Так что обязательно попробуйте. Я думаю, что вам очень понравится, тем более это готовится очень быстро. Всем доброе утро! У нас сейчас 7.44, и я готовлю завтрак. И знаете, решила включить камеру, чтобы поделиться с вами рецептом завтрака, потому что я знаю, как это надоедает готовить, наверное, одно и то же всё время, и для ребёнка, и для вас. К нам понадобится 2 яйца, банан, какао, овсянка, молоко, мука, и будем готовить омлет. Первым делом нужно размять банан и отделить желтки от белков. Когда отделили желтки от белков, белки взбиваем до густой пены, которая, когда вы переворачиваете, не вытекает, а в массу, где размяли банан, добавили желток, и теперь измеряем 1 столовой ложкой овсянку, муку, масло кокосовое, либо какое-нибудь другое, чайная ложечка какао, и 1 столовая ложка молока. Теперь это всё перемешиваем и смешаем с белками, и затем выкладываем уже, как обычный омлет, на сковородку и жарим с двух сторон. Омлет получается на 4 порции, я ей только даю часть, нарезаю кусочками, чтобы удобно было ей брать. На самом деле, это очень вкусно, попробуйте, можно подавать с натуральным джемом, либо, если ребёнку уже старше года, то с мёдом можно. Очень лёгкий и быстрый рецепт, зато удивит и вас, и вашего ребёнка. Кстати, тарелочки у меня с Икея, это очень удобно, и они предусмотрены для того, чтобы использовать их в микроволновке также. Так что, если искали какие-то тарелки пластмассовые, в Икея можете посмотреть, там есть целые наборы, и в наборе было 7 штук или 5 штук, их я уже не помню, они разноцветные и очень удобные. Всё, всем приятного аппетита! Итак, сегодня будем готовить творожные оладушки с добавлением манной каши, и покажу вам быстрый рецепт. Этот рецепт подходит как на завтрак, так и на перекусы, как для взрослого, так и для ребёнка. Поэтому давайте готовить. Прежде чем приступить готовить, я уже подготовила манную кашу, залила её молоком, то есть один к одному. Стакан манки залила стаканом молока и оставила на 20 минут, чтобы манка набухла немножко. Здесь у меня 100 грамм творога, одно яйцо, лук, немножечко, чуть-чуть буду добавлять чёрный перец и мускатного ореха. Сначала отделяем желток от белок. В одной тарелке я уже смешала желток с творогом, и теперь буду смешивать 2 тарелки, точнее манную кашу вместе с творожной массой. В другой ёмкости я уже взбила белок, добавила немножко чёрного перца, мускатного ореха, а также порезанный лук, и теперь буду смешивать вместе с творожно-манной массой. Вот такая получается масса однородная, должна она по консистенции напоминать как густую сметану. И теперь берём сковородку и жарим с двух сторон до золотистой корочки. И вот такая у нас красота получается. Из той массы, которую я вам показывала, получается 15 штук. Я делаю их небольшого размера, то есть, чтобы было удобно брать ребёночку. Можете жарить на любом виде масел, который вы используете в своём рационе. Также я вам советую каждый слой промакивать салфеткой, то есть, я вот так вот их промакивала, чтобы убрать лишний жир. Вот такой вот быстрый и очень-очень лёгкий получается рецепт. Так что готовьте для себя и своих близких. Спасибо, что были сегодня со мной. С вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok